Добрый вечер! Мы с вами с молитвой, как всегда, чтобы нам была помощь свыше в постижении сложных аспектов Тора, мы с вами приступаем к нашему занятию. И я хотел сегодня с вами поговорить о Песах и о Пасхальной Агоде, но не с обычной точки зрения, потому что думаю, что многие все слышали, многие моменты и многие вещи все слышали. Хотел взять просто какую-то главную мысль, которая есть в Агоде, и попытаться ее вместе с вами обсудить. Давайте попробуем с вами оттолкнуться от того, как строится Пасхальная Агода. Пасхальная Агода начинается с призыва, который мы с вами видим в Гемаре, начать рассказ с тяжелых моментов или даже, можно сказать, с отрицательных моментов, которые на иврите определяются как гнай, то есть нечто плохое, и прийти к нечто хорошему, к шевах, то к славному, к достойному вопрос, что такое гнай, и вопрос, что такое шевах, вопрос, что такое плохое и что такое хорошее. И здесь у нас Раф и Шемуэль, я сейчас попробую сделать, попробую сделать, Натан, если можно, мне нужно попробовать, нужно поднять на экран, нужно поднять на экран материал, а у меня он не поднимается. Ну, хорошо, если он не поднимается даже, то я попробую вам тогда читать, но для того, чтобы не задерживать, тем более, что у меня сегодня как-то больше на иврите, я постараюсь вам читать и переводить. У нас в Талмуде, в Талмуде, кстати, в Сахим говорится, что мы начинаем с моментов не очень приятных и приходим к моментам славным. Это в Сахим 115 лист, и здесь возникает вопрос, а что ж такое моменты неприятные, то есть с чего мы начали и к чему мы пришли? Ну, пришли мы к свободе, это понятно. А с чего мы начинали? И тут два великих мудреца. Первое поколение Амараев, как вы помните, в Бавиле, в Бавилоне. Раф говорит, что сначала мы были, сначала мы были едуопоклонниками, а сначала мы были едуопоклонниками. Это момент неприятный. То есть мы были едуопоклонниками, а Всевышний привел нас к служению ему. В Пасхальной Агаде Раф приводит слова Иоашуа, с которыми он обратился ко всему народу, призывая их помнить, что наши братцы жили за рекой, имеет он в виду Авраама, и там он жил среди едуопоклонников, и поначалу его представления не отличались от едуопоклонников. Ему пришлось проделать долгий путь для того, чтобы прийти к вере в единого Бога. Так что у Рафа есть возможность сказать, что мы сначала были едуопоклонниками. Почему Агада приводят слова Иоашуа и намекающий на Авраама, трудно сказать. Легче было бы сказать, что в Египте опустились на 49 ступеней нечистоты, то есть приблизились к едуопоклонству. Приблизились к едуопоклонству, приняли обычаи едуопоклонников, и почти ничем не отличались от едуопоклонников. Мы помним, что Песах, это слово Пасах Всевышний перешагнул. Перешагнул, как мы помним, о чем мы делаем. Песах Всевышний перешагнул через дома сыновей Израиля, потому что когда он проходил по Египту, и как бы держал за руку ангела смерти, который поражал дома египтян. Из этого мы можем представить себе, из этой картины, которую нам, в частности, от Египтей Траши в книге «Гешмор», можем представить себе, что отличить сыновей Израиля от египтян уже было очень трудно. Это мог только Всевышний, заглянув куда-то в самые-самые-самые глубины души, туда на 50-й уровень, где связь души сыновей Израиля, она сохранилась. А вот ангел, который не заглядывает на этот 50-й уровень, он бы не смог отличить сыновей Израиля от египтян. В Египте опустились очень-очень низко, приблизились к двух поклонникам, и только какая-то последняя ступень, которая различает только Всевышний, два различимые ангелы, уже с ней не соотносятся, отличалась на обе Израиля от египтян. И это можно было бы сказать, вполне и вполне мы можем сказать, если даже нам приводятся слова Игошуа из книги Игошуа об Авраамовину, то можно сказать, что раб, по крайней мере, намекает на это, что мы были идолопоклонниками, и Всевышний приблизил нас к служению ему. Шмуэль говорит, мы были рабами, это то плохое, с чего мы начинаем. Если мы внимательно будем вглядываться в Агаду, то в Агаде есть два начала. Одно по праву, а другое по шмуэлю. Одно то, что мы были идолопоклонниками, или близки к идолопоклонству, а по шмуэлю то, что мы были рабами. И тут корень всех споров, корень всех разногласий между мудрецами. Раб и Шмуэль отразили это, а до них мудрецы также спорили, о чем идет речь. Речь идет о духовной свободе частного человека, одного человека, прежде всего. Или речь идет о национальной свободе и национальной независимости. Это два начала Агады, и это принципиальный вопрос. Свобода духовная, внутренняя, ведь идолопоклонство, как мы знаем, оно в сердце человека. Если нет в сердце человека идолопоклонства, то его нет. То есть верное представление человека о Боге, о Всевышнем, то, что он хранит в своем сердце, они, скажем, они являются определяющими. Или нет, почему или нет, определяющим является свобода физическая, когда мы не являемся рабами. Вопрос очень сложный, да, и для того, чтобы продвинуться в его понимание. И, надеюсь, мы запомнили с вами два начала в Богате. Одно по Раву, другое по Шмуэлю. Рав говорит, что надо начинать с того, что мы были идолопоклонники, а Шмуэль говорит то, что мы были рабами. Мы были идолопоклонники по Раву, и Всевышний приблизил к служению ему. Мы были рабами по Шмуэлю, и Всевышний освободил нас и сделал свободными людьми, сделал свободными народом. Две позиции, два подхода. Посмотрим, о чем говорят, о чем говорят Рав и... А вот давайте мы сделаем так. Давайте я остановлюсь и спрошу вас. Ну, постараемся обсудить этот момент. И вы мне скажете, если это возможно, что, по-вашему, более важно. Только не говорите, что и то, и другое. Какой момент является доминантным? Свобода внутренняя, верные представления, сохранение верных представлений о Боге, о мире, о человеке, в своей душе, или национальная свобода. Может ли человек быть в рабстве физически, в тюрьме, и оставаться свободным? Возможно ли это? Вот, пожалуйста. Если кто-то готов высказаться по этому вопросу, я буду очень рад. Я могу высказаться? Да, пожалуйста, пожалуйста. Я думаю, что все-таки в первую очередь внутренняя свобода, потому что имея свободу внутреннюю, как раз внешнюю свободу, только несвободу и можно перенести. То есть стремление внутреннее, ну вот, свобода, свет внутренний помогает выжить в нереальных, там, несвободных, вот в клеточных условиях, когда, ну, совершенно, даже, ну, сказать слово некому, ты просто в опале находишься. Окей. О, а теперь давайте представим, попробуем себе, а свобода ли это, когда человек выживает? Может быть, свобода, она, может быть, есть человек свободен, он должен или всегда испытывает чувство, чувство радости какой-то, да, не то, что он выживает, постоянно борется за, за свое выживание, а у него есть чувство, у него присутствует чувство радости. Возможно ли это? Давайте. Окей. Кто-то что-то хочет сказать еще, добавить, высказать свою точку зрения? Можно я скажу, Равзи? Да, пожалуйста, пожалуйста. Смотрите, допустим, если брать квантовое, да, квантовое мышление, да, то, то есть, как бы, если человек от мыслей переходит к бытию, да, то есть, как бы, уже внутренняя свобода человека есть, да, если вот смотреть с этой точки зрения, правильно Виктория сказала, что если человек, он внутренне свободен, да, и естественно и внешне, мы же отражение, как бы, зеркалим весь мир, ну, как бы, я так думаю. Окей. то есть, вы считаете, что если человек внутренне свободен, то он обязательно придет к свободе во внешнем мире. Естественно. А как вы думаете, Равзиев? Как я, как я думаю. Хорошо, может быть, кто-то хочет сказать еще? Я хочу сказать, если можно. Да, пожалуйста, конечно. Я сказал бы, например, что если мы говорим о свободе общества, как свободе по Торе, которое описано, да, то, в принципе, это общество, оно же и воспитывает каждую личность. Оно и применяет эти законы, которые в Торе написаны. И, в принципе, свободное общество, оно и формирует свободных людей в этом обществе. Но свобода каждой личности, она заканчивается там, где начинается, в принципе, то есть, свобода другой личности. И вот эта внутренняя свобода, она все равно будет ограничена тем, как ты себя должен в обществе вести. Но вообще для меня, например, объективным является то, что каждая личность, она формируется. Поэтому только сформировать можно свободную личность только в обществе свободных людей. Будь это семья или будь это народ, это уже более более высокий уровень, как по мне. То есть, мы с вами понимаем, что на самом деле вещи весьма взаимозависимы. Что человек, выросший в рабстве, в несвободном обществе, он не воспитан как свободный человек. Свободу нужно воспитывать. Свободу нужно воспитывать. И поэтому важно, в каком обществе человек живет. Если он живет в свободном, достойном обществе, то ему легче быть свободным человеком. не то, что легче, наверное, просто даже как бы невозможно. Если он вырос в рабстве, просто в рабстве изначально, то трудно представить себе, что он будет внутренне свободным человеком. Внешнее рабство, внешнее порабощение, оно безусловно отражается и на его душе. Другое дело, если человек был свободным, вырос в свободном обществе, был свободным человеком и попал в рабство, тут он может сохранить в душе свободу. Тут он может представить себе, что в не свободном обществе в рабстве можно вырастить свободного человека очень трудно. Поэтому здесь влияние взаимное, что человек в душе свободный, он конечно и есть истинно свободный человек, который свободен в душе, но с другой стороны вырасти истинно свободному человеку весьма и весьма трудно, практически невозможно в рабстве. И Тора нам это показывает. Мы видим с вами Маше. Мальбим очень интересно пишет, то есть можно по-разному взглянуть на вещи, но Мальбим очень интересно пишет, он говорит, почему так произошло, что Маше вырос во дворце фараона. Здесь есть какая-то рука Всевышнего, и мы понимаем, что во дворце фараона он не вырос рабом. Более того, Мальбим пишет, что у него были качества аристократии, а что такое аристократия? Это люди, которые знают, что такое отдать свою жизнь за страну. То есть есть аристократия, они могут гулять, выпивать и так далее. Приходит момент, они выходят впереди войска, и они знают, что от них зависит сохранение свободы страны. то есть такое глобальное мышление свободного человека. И человека, который мыслит о государственной свободе, сформировалось в мыше, потому что он не вырос непосредственно в среде рабов. Этим и объясняется то, что он увидев, как египтянин бьет еврея для того, чтобы его убить, он ударил египтянина и ударил египтянина и убил его. Он как свободный человек, он не мыслил в себе такого положения, когда его народ находится в том состоянии, что его можно бить и убивать. И что же произошло? На Маше донесли, ему пришлось убежать, и 40 лет он находился в пустыне и практически не вспоминал о сыновьях Израиля, не вспоминал как-то паскудно, потому что почему? Потому что он считал, что никого вывести нельзя, что народ находится в таком состоянии, что он погряз в рабстве, у него мышление рабов, раба невозможно освободить, вот ты сейчас разбей его оковы, отпусти его на свободу, он будет мыслить, поступать и действовать так же, как раб, который боится своего хозяина, действует из страха, он привык, думает только о сохранении собственной жизни, и вся психология раба, это то, что невозможно изменить, и когда Всевышний посылает его обратно в обратно в Египет, после этого обратно в Египет, чтобы вывести народ, Маше семь дней отказывается идти, это человек, который ударил египтянина, который заступился за народ, почему он отказывается идти, потому что на него донесли, ему стало понятно, что он имеет дело с рабами, что у рабов такое свойство, они боятся любого движения, боятся любого стремления к свободе, они не могут вместить в себя это понятие свободы, борьбы за свободу, они не могут вместить это понятие, не могут вместить это понятие в себя, и поэтому мы представляем с вами, что, конечно, наверное, есть в мире исключения, разные исключения, но в принципе человек, выросший в рабстве, его очень трудно изменить его психологию, и это то, что произошло с сыновьями Израиля Всевышнему пришлось вытаскивать их из Египта психологически, когда сыновья Израиля почувствовали себя свободными, тогда, когда египтяне утонули в море, тут у них настала психологическая свобода, вот, за ними гнались их хозяева, единственное, что они могли себе представить, это броситься им в ноги, броситься им в ноги и умолять, чтобы они обратно взяли их в рабство, только когда они перешли через море, египтяне утонули, начался, произошел процесс освобождения, они поверили в Маше, поверили во Всевышнем, поверили в Маше, в каком смысле поверили во Всевышнем, поверили в Маше, изменилось, их и психологическое состояние. Говорится, что на что похож, метраж говорит о том, на что похож исход из Египта, на то, как пастух засунул свою руку в чрево королы, для того, чтобы помочь ей родить. и это говорит о том, что сыновья Израиля похожи на теленка, которого родила корова, не плоть от плоти Египта, и Всевышнему пришлось делать много чудес, много чудес для того, чтобы оторвать сыновья Израиля психологически от Египта. И в этом плане горькая зелень, которую мы едим с вами в Песах, один из обязательных моментов заповедь есть горькую зелень в Песах, она очень и очень важна. Горечь. Что такое горечь? Можно говорить о горечи рабства. Но на самом деле здесь не совсем вот горечь рабства, она не совсем вяжется. Здесь скорее горечь на вот какого плана. Может быть горечь рабства, но она не непосредственно угнетение, перетаскивание камней, скажем, работа на галерах фараона, как некоторые сыновья Израиля были грибцами на галерах фараона. Здесь скорее психологическая травма. Сыновья Израиля жили среди египтян. они полностью вписались в жизнь Египта. Мы можем представить себе, что они занимали ведущие места и пользовались своими способностями, продвигались по службе у фараона и были строителями, начальниками над работами и так далее. развивали культуру Египта. Все это было и вдруг в один момент это переменилось. И не только они превратились в рабов, но и египтяне стали презирать их, относиться к ним с презрением, с ненавистью, с презрением. Вот эта горечь на выделение из другого народа это символ свободы. В Песах у нас на столе присутствуют символы свободы. Есть в этом может быть напоминание о рабстве горькой зелени, но больше горькой зелени это психологический отрыв от общества, которое окружало сыновей Израиля. И оторваться психологически от общества, которое окружает очень-очень больно, очень тяжело, но нужно помнить, что это произошло, что сыновья Израиля были выброшены из этого общества. Может быть, это немножко другой аспект, чуть-чуть добавляющий, но мы с вами представляем сейчас, я надеюсь, что вырасти в рабстве рабом и стать свободным человеком очень трудно, для этого нужна непосредственная помощь Всевышнего, его как бы вмешательство в обычные процессы. процесс этот он в общем-то сливается в один и тот же процесс. И физическое освобождение, и физическое освобождение, и освобождение, и освобождение от внутренней обретения внутренней свободы, он превращается в один тот же процесс. Другое дело, последующие изгнания, последующие изгнания. И Агада ставит перед нами этот вопрос. Вот мы были выведены Всевышним из Египта, он нам дал свободу, и может быть не сразу, не мгновенно, но он нас оторвал от Египта, на который мы были похожи, от которого мы отделились как теленок от коровы, оторвались от него с помощью Всевышнего. Теперь мы попали в новые знания. Наши мудрецы живут, Агада рассказывает нам о периоде римского изгнания. Теперь высказывает вопрос, можно ли сохранить духовную свободу в новом изгнании? Мы ее обрели однажды, она нам была одарована. Можем ли мы ее сохранить или изгнание отнимет у нас свободу внутреннюю духовную превратить нас в рабов? И об этом на самом деле спор мудрецов или они думают об этом, когда они спорят о свободе? И мы понимаем с вами, что раб говорит, что главная свобода она духовная, внутренняя, вы бы дели этого поклонников стали поклоняться, стали служить Всевышнему. Это уже произошло. это главное. Это главное то, что произошло. Теперь мы проходим через новые изгнания. Вот мы попали под власть Римской империи, и это остается главным. Внутренняя свобода наша, неистребимая, она остается главной. Шмуэль говорит нет. Шмуэль говорит нет, попав под власть чужого народа, мы не сможем сохранить внутреннюю свободу, и свобода, если так можно сказать, государственная, национальная независимость, она является, она является главной. Она, может быть, даже не является самоцелью, конечно, внутренняя свобода человека, она, можно назвать ее самоцелью, но без построения страны, мы, без построения и освобождения, мы не сможем, не сможем быть людьми свободными, мы не сохраним ту свободу, которая нам была дарована в Египте, мы потеряем ее в новых изгнаниях, говорит Шмуэль, нам необходима свобода на физическом уровне необходима своя стена. Если мы понимаем с вами этот спор мудрецов, понимаем слово спор мудрецов, он не столько спор о том, не столько спор о том, как я начал, может быть, не совсем верно поставил вопрос, не совсем по теме поставил вопрос, вопрос не о том, как обрести свободу, может ли человек обрести свободу, может ли обрести человек свободу в рабстве, потому что в рабстве обрести свободу внутреннюю очень-очень-очень трудно, но давайте не будем спорить об этом, говорят мудрецы, может ли человек, который уже стал свободным, может ли народ, который стал свободным, сохранить свою свободу, когда он опять попадет в рабство, вот в чем вопрос, И это вопрос очень важный и очень принципиальный. Рав считает, что нужно работать в этом направлении, на сохранение духовной свободы. Ашмуэн считает, что это невозможно, что нужно смотреть только вперед, только в будущее, мечтать об исходе из знаний. И, глядя на современный мир, мы можем понять, что этот вопрос остается актуальным и для сегодняшнего времени. Что этот спор не закончился и до сегодняшнего времени. И понятно, что спор, он зависит от времени. В разное время ситуация видится по-разному. Сегодня, когда есть страна, когда есть государство, и есть возможность жить в стране и быть свободным, не находиться в среде другого народа. С другой культурой, с другой представлением, с другими религиями, которые все равно оказывают давление на человека, он не способен быть свободным, живя в другой стране. Раби Лесар говорил, что человек, который живет, как мы с вами упоминали, живет за пределами земли Израиля, за пределами страны Израиля, он занимается долбокосством в разрешенном способе. Нет разрешенного долбокоса. Он как будто находится в среде этого поклонников, он празднует с ними те же праздники и, скажем, общается, впитывает в себя их представления. Не может быть полностью свободным. Поэтому, когда сегодня есть страна, есть возможность жить в стране, которая, по крайней мере, позиционирует себя, как еврейская страна, в основе которой так или иначе, худо или бедно, лежит иудаизм, то понятно, что этот вопрос становится несколько по-другому. Раб мог в Бавиле, и Шмуэль в Бавиле, мог ставить вопрос, а не главная ли задача сохранить духовную свободу? Шмуэль ему отвечал. Это невозможно. Это возможно только, только если хранить постоянную мечту о физической свободе. Если стремиться к этой физической свободе, тогда это возможно. В Бавиле можно было рассуждать об этом сегодня, об этом странно рассуждать. Зачем делать все напряжения, усилия, живя среди другого народа, чтобы хранить духовную свободу, когда можно в стране, в стране, которая направлена на иудаизм, на иудаизм, на тору, на свободу, на развитие страны в свободной? Зачем ставить, как бы нужно было бы ставить такой вопрос в наше время? Что скажете, пожалуйста, если кто-то хочет высказаться? Я надеюсь, что мы поняли, Раб и Шмуэль, мы поняли глубину проблемы. Мы поняли глубину проблемы. Еще раз хочу подчеркнуть, что вырасти в рабстве свободным человеком очень трудно, но если тебе дарована свобода, так или иначе, ты стал свободным человеком, так как говорят, вкусил свой вкус свободы, то дальше можно думать, можно ли эту свободу сохранить, если ты опять попадешь в чью-то зависимость. Быть физически в рабстве, но сохранить свободу в душе – это спор Раба и Шмуэля. Пожалуйста, если что-то непонятно, или если что-то хочется спросить и отреагировать, жду вашей реакции. Можно, Радзеев? Смотрите тогда… Обязательно. А как же у нас получается физическая свобода, политическая, национальная, государственная? Как с этим тогда быть? Потому что духовная свобода по сравнению с этими свободами получается немножечко другое. хотя бы даже взять то, что физическая свобода – это внутренний выбор, чем мы и отличаемся от животных. У животных нет права выбора, у нас есть право выбора. Безусловно. Еще раз хочу подчеркнуть. Все, что вы говорите, правильно. Еще раз. Стать свободным человеком в рабстве, просто родившись в рабстве и вырасти в рабстве, очень трудно. Видим, например, и Торы, на примере того, что мы с вами обсудили. Вот теперь вырасти свободным человеком в свободном обществе гораздо и гораздо легче. Моменты взаимосвязанные, моменты взаимосвязанные друг с другом. Внутренняя свобода и свобода во внешнем мире. Я свободный человек, я гражданин своей страны, я чувствую себя достойно, я не чувствую себя постоянно униженным. Меня не записывают во второй сорт граждан. Я не должен приспосабливаться, я не должен скрывать свое мнение. Это очень и очень помогает мне быть свободным человеком, развиваться как свободные личности. Представив себя в изгнании, в чужой стороне, где ты чужой. Где ты должен скрывать свои мнения, где ты не можешь развивать свои идеи, ты должен прятать свои мысли. Ты чувствуешь, что ты гражданин второго сорта, безусловно, это влияет на душу. Есть одно спасение в такой ситуации. Это мечта быть свободным человеком, мечта освободиться и мечта жить среди своего народа, где ты не будешь чувствовать себя человеком второго сорта. Мне представляется это, скажем, та проблема, главная, которая поднимается в голове. Мне кажется, что очень важно прочитать те тексты, которые есть у нас, и проанализировать. А вот перед нами лежит и года. Мы видим, что есть в ней два начала. Один раз мы начинаем как раб, с духовного рабства и приближения к духовной зависимости. Другой раз мы начинаем как шмойль. Рабами мы были, а стали свободными людьми, говорим о свободе физической. И это с формулами лицов. И, по крайней мере, надо понять, о чем они говорят. Понять глубоко то, что я пытаюсь с вами сделать. Хорошо. Последний вопрос. Равзиев, смотрите, получается, значит, свободный человек, значит, это человек, у которого нет страха. Да, я так поняла. Или это уже другое? Вот, это правильный вопрос. Можно спросить себя, что такое свобода. Что такое свобода? Мы понимаем, наверное, здесь есть очень-очень много разных аспектов. Но я бы сказал, что свобода – это знать свое предназначение в мире и иметь возможность, по крайней мере, придвигаться к его исполнению. И Всевышний вывел сыновей Израиля из Египта не для того, чтобы дать им свободу. Делай, что хочешь. Свобода – ура, мы можем делать, что хочешь. Ман падает с небес. Он подвел их к горе Синай. И дал Тору. Но прежде чем дать Тору, он определил им задачу. Быть июлем, а махетка, клоним, бегой катор. Вы будете мне царством священников и народом святым. То есть вы должны распространить знания о Едином Боге во всем мире. И тем самым принести благословение в весь мир. Это ваша задача. Она где-то заложена у человека в душе. Понятно, что человек стремится к добру. И к добру не только в благо для себя, а для того, чтобы распространять добро во всем мире. А добро невозможно без раскрытия божественного присутствия, без приближения человека ко Всевышнему. Как сказал Елель, люби людей, приближай их к Торе. Вот так же и народ. И человек, и народ. Это свобода человека знать свое предназначение и иметь возможность его исполнить. Исполнить свое предназначение можно только в свободной стране, которая может повлиять на другие страны. В стране, в которой хоть как-то открывается возможность построить храм Всевышнего, для того, чтобы божественное присутствие опустилось в мир, и его благо распространилось на мир. Свобода – это двигаться в этом направлении. Двигаться в этом направлении. Представляется, что это так. Тогда мы понимаем, что в изнании свобода, она может быть только частной, личной, где-то в душе. Это мечта о том, чтобы быть свободным человеком. Это очень много. Я не забыл, что такое быть свободным человеком. Я стремлюсь к этому. Я мечтаю об этом. И таким образом я храню свободу. Но это свобода частная. Это не свобода в потенциале. И та свобода, которую я могу реализовать, жить, строить, приближать весь мир к раскрытию божественного присутствия. Я бы сказал, что это вопрос очень сложный. Но мне представляется, что вот как-то в таком направлении. Свобода. Свобода. Что такое свобода? Свобода, когда это делать, это делать то, что, как мы представляем, это делать то, что я хочу. А чего я хочу? Вот я сейчас хочу одного чего-то, материального удовольствия, каких-то богатств. Через пять минут я пожалею. Я пойму, что мне не это было надо. Поэтому нужно знать цель. Нужно знать цель. И нужно знать свое предназначение. И либо осуществлять это, приближаться к этому, либо, по крайней мере, мечтать, встать на путь приближения к этому молитву. Спасибо. Равзеев, один вопрос. Не кажется ли вам, что вот эти все споры связаны с определением самого понятия свобода? Это свобода от чего-то? Или свобода для чего-то? Очень интересно то, что вы говорите. Очень интересно то, что вы говорите. И, скажем, свобода от чего-то и для чего-то. Какая свобода, вы бы сказали, от чего-то? То есть, когда человек уходит от этого поплотства, это свобода от чего-то. Так я понимаю ваш вопрос, вашу позицию? Ну, да, свобода, допустим, от физического рабства. Это свобода. Вот есть свобода, человек хочет выйти от физического. Но он же как бы свобода и для чего-то. То есть, для чего он хочет? Вот эти два понятия, как-то они, ну, либо они не до конца определены, либо каждый понимает их по-своему. Замечательно, замечательно, замечательно. То есть, принимаю эту позицию. Сейчас попробуем сделать интересный шаг. То есть, вы говорите, свобода бывает от чего-то. Я хочу сбросить себя от цепи, потому что мне плохо в этих цепях. Но дальше есть свобода для чего-то, куда я буду двигаться. Что я сделаю с этой свободой. Правильно? Да. Вот. Сейчас мы попробуем с вами сделать интересный шаг. Посмотрите. Значит, Раф и Шмуэль этим не заканчивается их спор. Что говорит Раф? Что говорит Раф в другом месте? Вскобка хочу сказать. Что то, что должны были бы сделать мудрецы Торы, они бы должны были проработать эти вопросы на основе наших источников. К сожалению, часто есть много философии, разговоров, есть книги, книги Мусар, то, что называется по морально-нравственным качествам. Мы, источники свои, нужно проработать. Понятие, о чем? О чем Раф и Шмуэль? Вот мы сейчас сделали какой-то небольшой шаг. Давайте дальше. Ваш вопрос. Свобода от чего-то или свобода для чего-то? Раф говорит так. Закончились все времена, и теперь... То есть, закончились все времена, или давайте оставим этот момент, он не так важен, а вот скажем так. Зависит все только от раскаяния. Ну, раскаяние здесь надо понимать широко. Понимание, обретение верного понимания. В любом случае, Раф говорит, освобождение из Галута зависит от раскаяния и от хороших дел. То есть, если осознаете, если поймете, то, что дальше, дальше произойдет какое-то чудо, вы окажетесь свободным. Это позиция Рафа. Он остается на своей позиции, как вы помните, что духовное внутреннее является определяющим. Были идуопоклонниками, стали служить Всевышнему. Теперь Раф говорит о происходе из этого изгнания, из последнего изгнания. Зависит от раскаяния. Станем внутренне свободными, совершим исход. Определяющим является внутреннее. Внутреннее свободное. Шмует сказал. Он говорит так. Хватит с того, кто страдает, чтобы он выстоял в своих страданиях. Что он имеет в виду? Ты говоришь раскаяние, а я говорю, что раскаяние прийти к верным представлениям очень трудно. Достаточно того, что сыновья Израиля сохраняют свою, страдают в изгнании. Их страдание приведет к освобождению. Но это еще не все. То есть мы здесь только видим, что Раф считает внутреннее является определяющим, приведет к свободе. Шмует говорит, ни о каком раскаянии нельзя говорить в рабстве. Страдание приведет к освобождению. Говорят, что этот спор, этот спор похож на спор Раби Лезер и Раби Яшуа. Раби Лезер говорит, если раскаются, если раскаются, будут освобождены. Не раскаются, не будут освобождены. А Раби Яшуа говорит, ну как же так? Если они раскаются, не будут освобождены. Всевышний пошлет им какого-то царя, приказы которого будут такие же тяжелые, как приказы Амана. И сразу же они вернутся к хорошему. Сразу же они вернутся к хорошему. То есть Раби Лезер говорит, что так же, как раб, что определяющим является внутреннее состояние человека, и человек должен даже в рабстве и ставиться. Нам была дана свобода, основная в Египте. Тот потенциал, который был нам дан, мы должны его использовать и вернуться к хорошему, внутренне освободиться. Тогда произойдет тюдо нас освободят. Раби Яшуа говорит, смотрит на вещи гораздо более пессимистически. Он говорит, что будут, евреи находятся под властью царя. Всевышний пошлет такого жестокого царя, что они сразу раскаются. Сразу им захочется освободиться от этой власти. И как-нибудь они тогда освободятся, когда у них проснется желание к свободе из-за того, что на них оказывают давление. То есть здесь похоже, что ваш вопрос. Похоже, что ваш вопрос. То есть свободу мы рассматриваем как свободу для чего-то. И это раскаяние, осознание цели, осознание своих задач, психологическое освобождение. Все это предшествует. Свобода для чего-то является главной. Другой момент. Это Раби Яшуа, Раби Лезера. Это первый. Другой момент. Будет плохо. Захотят освободиться. Это начало всего. Дальше посмотрим. То есть мы видим, что, конечно, должны прийти к свободе. Должны прийти к свободе, как вы говорите, для чего-то. Должны прийти к цели, к осуществлению тех задач, которые возложены на человека. Об этом не может быть спора. Спор только о том, с чего он начинается. Есть люди, которые рассчитывают на внутреннее, глубокое осознание изменения. И как результат чуда, освобождения, есть люди, мудрецы, которые рассчитывают, что начало будет не таким, начало будет желание убежать от чего-то. И вот только потом можно будет говорить о каком-то осознании цели. Это, опять же, тот спор, который мы видим с вами в Талмуде. Есть немножко? Лео, как вы? Мы с вами на одной волне. Да, спасибо. То есть, в общем-то, ну, как бы, проблема, как в науке говорят, заключается в том, что надо сначала договориться о терминах, что понимают, кто, кто, как понимает это. Правильно. Да, но мы, к сожалению, с вами, это вы правильно совершенно говорите, к сожалению, мы в наших рамках, может быть, не сможем прийти к точному определению, но, по крайней мере, нащупать, да, мы с вами понимаем, да, что когда мы произносим свободу, вы правильно говорите, да, что есть две градации свободы. Свобода от чего-то и свобода для чего-то. Это, это мы, по-моему, и мы видим, что, мы видим, что мудрецы не спорят, там, скажем, что свобода, свобода должна быть полной, человек должен стремиться к цели, к великому, к великому благу и для себя, и для других, да, и в этом есть свобода. Вопрос в том, с чего начинается, можно ли начать со сознания и Всевышний поможет, сделает чудо, или начинается с бегства от чего-то, да, это спор мудрецов. Спасибо. Окей. Теперь, если мы чуть-чуть здесь с вами разобрали и представили, вот у нас есть Раф и Шмуэль, опять же, которые появляются у нас в АГДе, оба мнения в АГДе присутствуют, как бы, Агада оставляет нам решать, нам решать, что является приоритетным или, скажем, что является доминантным и с чего начинать, да. Шмуэль говорит еще одну интересную вещь, он говорит не только то, что рабами мы были и это плохо и стали свободными и стали свободными и это хорошо. Он в Гемарии говорит еще одну интересную вещь, он говорит, что нету между нашим временем разницы и временем Машиэха, опять же, здесь, как вы правильно сказали, надо дать определение, ну, попробуем представить себе в общем, наше время Шмуэль имеет, когда народ находится в зависимости от других народов и то, что называется Галу, и временем Машиэха, когда народ освободился или когда он начинает освобождаться временем совершенно другим, которое должно принести совершенно иные окраски в жизнь еврейского народа и в жизнь всего мира, вот он говорит, есть два времени, есть зависимость и здесь освобождение или начало освобождения, вот Шмуэль говорит, нет никакой разницы между нашим временем и временем Машиэха кроме одного, это независимость от народов мира, и это высказывание очень интересное, потому что сказать, что сказать такой момент, сказать такой момент, вот мы были рабами, а теперь мы свободные люди, и нет никакой разницы, только вот наша свобода физическая, это то, что ты, Шмуэль, нам обещаешь в будущем, не может быть, у него есть какая-то задняя мысль, он хочет, чтобы мы задумались, и мысль у него, мысль у него, с которой можно согласиться или не согласиться, но мысль у него такова, что только освободи еврейский народ, только освободи его, освободи его от народов мира, от рабства, от давления, от зависимости, и начнется новое время. Почему? Потому что начнут раскрываться положительные качества души, которые были в рабстве, которые были порабощены, которые были напуганы, сидели где-то глубоко, боялись раскрыться. И мы видим, что опираясь на эти высказывания мудрецов, мы можем анализировать и наше сегодняшнее положение в Израиле. То есть нету как бы в наших руках объявить, что Галут закончился, и знание закончилось, или объявить, что оно продолжается. Потому что мы видим, объявить это мало, конечно, настроиться нужно, понять нужно, потому что мы видим, что политика Израиля, она вся строится на страхе, и все, что делается в Израиле, все делается из страха перед народами мира, как бы чего не вышло. Поиск хозяина, дяди, на которого нужно опереться. И в этом плане то, что сказал Шмуэль, еще не состоялось. Мы понимаем, я думаю, мы понимаем, насколько он правду. Тот момент, когда мы почувствуем себя по-настоящему свободными людьми и на государственном уровне, когда мы сможем продвигать свою идею, когда мы почувствуем свою защищенность не только благодаря армии, но и потому, что у нас есть дух и у нас есть уверенность во Всевышнем, тут начнут раскрываться положительные качества и прекратится давление снаружи и свобода свобода еврейского народа принесет благо всему миру, потому что начнут раскрываться положительные качества еврейской души не только индивидуальной, но и общей, скажем. И можно представить себе, что Рав Кук основывался на шмолле, который подчеркивал и собирание сновей Израиля в земле Израиля, и свободу, и независимость, и психологическую независимость народа, подчеркивал как основу для движения вперед к общему благу всего мира. Это то, что мы можем с вами представить. То есть Рав говорит, есть мудрецы, которые говорят, что освобождение должно произойти еще в изгнании, и оно приведет к чудесному дальше развитию событий. Если мы, скажем, освободимся внутренне, Всевышний нам поможет чудесами освободиться во внешнем мире. Шмуэль говорит, Галут это страдание, если выстрадают, если выстрадают в этих страданиях, то настанет такой момент, когда побегут, соберутся в Израиле, но само одно собирание, оно должно привести к новому. Ну, он понимает, да, что одно само по себе собирание, как говорит Шмуэль, что разница, да, разница между прежним временем и временем Машиаха, новым временем, как мы можем сказать, она состоит в том, что народ становится свободным, народ становится народным, перестает испытывать давление других народов. И тут тогда есть надежда, огромная, как бы, вероятность, как бы сказали с научной точки зрения, что раскроются положительные качества, которые помогут и нам, и всему миру продвинуться вперед. Только нужно сбросить себя, да, сбросить себя страх, страх перед народами мира, фактически рабство, боязнь раба, почувствовать себя людьми, которые собрались в своей стране, у которых есть идея своя, да, и они ощущают самостоятельность и как всякий самостоятельный человек, у него страх может быть и есть, но не такой большой страх, что он каждый раз пугается и каждый раз цепляется за кого-то. Это как бы можно представить себе то, что заложил Шмуэль в своем высказании. Получается, что Агада, она фактически вся скрыта, ее темы скрыты, и вот нам нужно как-то посидеть и поговорить о свободе, я надеюсь, что мы сегодня несколько важных моментов выяснили, потому что из Агады это трудно вытащить, для того, чтобы прийти в пасхальный седр и начать разговор о свободе, и на основе Агады уже нужно быть заранее готовым, потому что из самой Агады очень трудно это вытащить. Хочется что-то спросить, прежде чем я попробую сделать еще что-то вместе с вами, естественно. Агдей, я бы хотела сказать, что получается так, что Нейнова как раз является ярчайшими представителями людей, которые сначала все-таки внутренняя, наверное, свобода. мы по-разному к этому пришли, мы выросли в выдалопоклонских государствах, многие были в выдалопоклонских религиях, и все равно внутреннее желание свободы, истины, хотя бы духовной, нас к этому и привело. Вы совершенно правы, я бы что-то добавил, но вы совершенно правы, и мы видим, что действительно человек, который вырос в обществе, ему очень трудно освободиться от тех представлений многовековых, которые сложились в этом обществе, от такой идолопоклонческой культуры этого общества, да, безумно трудно освободиться от этого, и понятно, что без всякого привлечения в этом есть огромная какая-то сила души ищущей, стремящейся к чему-то. При этом я хочу вам заметить, что все это стало возможно, разговор об этом стал возможен после того, как возникло государство Израиль, и даже более того, после войны 67-го года. И понимаете, в этом смысле я от вас не отличаюсь, потому что все советское еврейство, в конечном итоге пробуждением его стала война 67-го года. Какой-то потенциал хранился, что вы получили от родителей и так далее. Наверное, что-то, как-то, но пробуждение это начало глобальных процессов, связанных, связанных с, или даже не связанных, просто процесса освобождения народа от власти мира, обретения им своей земли, обретения национального достоинства, которое мы, к сожалению, теряем постепенно в наше время не обращаем на это внимания, готовы склонять голову перед всеми, готовы отказаться от своих ценностей, готовы отказаться от результатов войны 67-го года, это все понятно. Но, понимаете, это правильно. То есть, вы нашли путь, но человеку очень трудно найти путь, и почти невозможно если нету света с того конца как бы туннеля, движения какого-то будущего, связанного с освобождением еврейского народа, о котором говорит Шмуэль. Да, пожалуйста, если кто-то хочет сказать еще, пожалуйста. Если можно задать вопрос. Да, пожалуйста. Вот у меня сложилось такое впечатление, это уже не только сейчас оно сложилось, что цель создания Израиля это было создать такой приют для евреев, где не было бы проявления антисемитизма. То есть, политическая свобода, о которой говорили, она всего лишь заключается в этом. То есть, во всем другом, вот я, например, спрашивал даже религиозных евреев, задавал такой вопрос по поводу того, почему, при том, что нет конституции, Тора не воплощается на государственном уровне. И вот и мне ответили, что этого и не будет. То есть, даже нет желания того, чтобы Израиль стал государством Торы. И у меня вопрос, значит, получается в том, является ли это задачей Машеха воплощение Торы в государстве Израиль, или это все-таки способен создать народ, или из этого рабства способен вывести только Лидия? Окей. Я стараюсь. Очень хорошо, что вы спрашиваете. Я огромный какой-то огромный какой-то вопрос. Надеюсь, что я его понял правильно. Хочу что вам сказать, понимаете, что вам сказать для начала, понимаете? Во-первых, не думаю, ну, хорошо, давайте так. Опять же, как здесь уже прозвучала замечательная мысль, то хорошо было определить понятие. Это очень важно. И вот тут, скажем, мы встаем перед вопросом. Государство Торы. Что такое государство Торы? Не будет государства Торы. Я знаю, что когда человек говорит государство Торы, или как говорят в Израиле, государство Галахи, он прежде всего представляет себе, это суббота, это кашрут, это Песох, это Песох для всех, это государство Торы, государство Галахи. Нужно понять, нужно понять, что значит, кроме шабата, кашрута, Песоха, забавить Торы это завоевать всю землю Израиля, это построить храм, это охранять еврейские жизни служа в армии. Те люди, которые говорят, что государство не будет никогда государством Торы, они сами на данный момент нарушают важнейшие моменты, которые, скажем, просто законы Торы, не говоря о государстве. Заповедь каждого еврея служить в армии, чтобы защищать народ и чтобы завоевывать землю Израиля. Это заповедь лежит на тех, кто живет за пределами земли Израиля. Мы знаем, что многие американцы надо было бы приехать с земли Израиля, но хотя бы молодые люди приезжают и служить в армии, в израильской армии, для того, чтобы исполнить фактически эту обязанность. То есть акценции ценностей здесь смещены. Кашрут, Шабат, Песах – это средство, средство. Цель была дана у горы Синай и было сказано «Будете мне царством священников и народом святым». Это цель, все остальное средство. Все остальное средство. и мы кроме того, то есть средство, как сказать, государство Торы – государство Торы – это государство, которое распространяет идею единого Бога, которое, если так можно сказать, способствует тому, чтобы божественное присутствие раскрывалось в мире. государство Торы – это государство, которому было чудо войны 67-го года. Чудо, которое было войны в 67-го года – это государство Торы. Государство, в которое стекаются евреи, все, какие ни на есть, со всеми своими представлениями, недостатками, потому что недостатки можно исправить только в государстве Израиль, это и есть государство Торы, стремящееся к главной цели Торы к раскрытию божественного присутствия во всем мире, потому что чем больше евреев в земле Израиля, тем мы ближе к раскрытию божественного присутствия в мире. Как бы математическая прямая зависимость. Может быть, по экспоненте зависимость возрастающей божественного присутствия неважна. Прямая зависимость, чем больше сыновей Израиля в государстве Израиля, тем ближе к раскрытию божественного присутствия. Если люди не соблюдали в течение двух поколений, не соблюдали субботу, вы с точки зрения той же торы, не можете от них потребовать соблюдения субботы. Они называются плененными владенцами, и вы не можете требовать от них, чтобы они соблюдали субботу. Требования соблюдать субботу. Я понимаю знаки какие-то субботы. Там автобусы не ходят субботы. Может быть, не знаю, требуют обсуждения, но требовать от людей, чтобы они соблюдали субботу и говорили, что это не государство Тори, потому что они не соблюдают субботу, это совершенно неправильно. Или вы хотите вычеркнуть просто две трети народа больше и сказать, что все, кто не соблюдают, они не народ и не имеют никакого значения. Этого не было никогда. Никто так не делал. И что значит, что в Израиле нету конституции, правильно справиться, в Израиле нету конституции, ведутся большие споры по поводу конституции, что должно быть записано в первом бакрографе, государство евреев, демократическое государство и так далее. Поэтому в конституции ведутся споры по поводу первого параграфа. Это понятно. Есть ли в Израиле закон Тори? Я не знаю. Во многих моментах есть во многих моментах закон Тори есть и исполняется всеми нормальными гражданами государства. В этом плане, по крайней мере, что служат в армии, защищают жизни евреев, исполняют великую заповедь. Когда будет государство Тори, когда будут исполняться все 613 заповедей и так далее, можно спросить, а когда это было в прошлом? Когда это было в прошлом, когда все соблюдали все заповеди. Этого не было никогда. Так что, если рассчитывать на чудо, то, что Всевышний сделает чудо, и сделает чудо у нас в голове, и вложит нам какое-то понимание, может быть. Но это, опять же, не правило Тори. Не правило Тори. Нельзя рассчитывать на чудо. Надо делать то, что ты можешь. И первое, то, что нужно сделать, нужно встать, подняться и приехать, потому что это заповедь Тори. Еврей должен быть здесь. Еврей должен быть в земле. Израиль всегда, во все времена, при любых обстоятельствах. Поэтому сидеть за пределами земли Израиля, рассуждать о том, есть ли в государстве Израиля Тора, будет ли оно государством Тори, это замечательно. Первое, что в государстве Израиля все многие исполняют многие заповеди Торы. И если вы решили, что это не государство Тора, а я говорю, что это государство Торы, по крайней мере, не хуже, чем было при Хашманаеве. Не это государство Тори. А люди, которые не знают ни истории, и ждут неизвестно чего, и не хотят приложить свои усилия для того, чтобы было лучше в этой стране, не хотят приложить свои усилия для того, чтобы божественное присутствие раскрылось в мире, сделать маленький шаг хотя бы в эту сторону, а они могут сидеть и рассуждать сколько угодно, опять же, не определяя понятия, что такое государство Торы и так далее. Еще раз, государство Торы, это не то, что представляют себе эти люди, когда соблюдают всех, соблюдают Кашрут, все соблюдают Сулуту и так далее, сегодня ты не можешь облиять всех, соблюдать Кашрут и так далее. То, что ты можешь с shots зрения Торы не можешь облиять, То, что ты можешь сделать, это обязать всех служить в армии и двигаться к построению справедливого общества и призывать евреев вернуться в страну. Это само по себе приблизит нас к раскрытию божественного присутствия в мире, без чего мы не можем исправить мир. И это является целью Торы. Поэтому это пустой разговор. Израиль – государство Торы. Государство Торы, как ты его представляешь? Какой Торы? Литовский, Хасидский? Дальше начнутся эти разговоры. Кто Томаши, Литовский или Хасидский? Мы должны быть вместе, мы должны строить эту страну. И прежде всего исполнить, если это религиозный человек, приезжая и исполняя заповедь, жить в земле Израиля. Это заповедь. Говорят, где это заповедь? И все. В шуха на руке записана эта заповедь. Я могу показать тому, кто не совсем умеет читать. Так что это то, что я вам говорю. Не надо спрашивать всех и вся. Спрашивайте, по крайней мере, тех евреев, которые живут в земле Израиля и борются за эту страну со всех точек зрения. Я прошу прощения за несколько эмоциональную речь, иначе невозможно. С одной стороны. С другой стороны, очень трудно объяснить все сразу. И замечание совершенно правильное. Нужно вырабатывать терминологию, понятие. Это тоже над этим будем работать. Хорошо. Окей. Можем сделать с вами еще один шаг, небольшой хотя бы, в плане пасхальной Агады. Думаю, что да. Значит, мы поговорили о свободе, о том споре, который заложен в самой пасхальной Агаде. Свобода внутренняя или свобода внешняя, государственная даже, можно сказать. Вот, что является более приоритетным в период последующих изгнаний, как бы. Это мы с вами посмотрим. Теперь давайте посмотрим с вами. Я опять не могу поднять текст, но неважно. То есть, просто не так страшно. Я просто подниму текст у себя и прочитаю. Секунду. Так, почему-то, почему-то, почему-то не поднимается у меня текст. Одна секундочка, еще одна секундочка. Вот, вроде бы, все так. Вот, отрывок из Агады, который мы с вами представляем. Мы не видим. Сейчас, Шнея, если он хочет что-то показать, то мы не видим. Вот, сейчас. Тогда я, если у меня... Шер, сделай. Сейчас, Шнея, 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 Шнея. Да, сейчас ты можешь сделать Шер, пожалуйста. Сейчас, одну секунду. Одну секунду. Сейчас я попробую поднять текст. Одну секундочку. Вот, у меня тут совсем все сбилось. Что... Надеюсь, что полезно. То, что хочется сказать, то, что многие из вас уже представляют, мы постараемся расширить это понятие, да, расширить этот момент, что пасхальная Агада, она написана, как бы, для периода изгнания. И самое главное то, что она хочет нам сказать, что, как поэт сказал, да, и что достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бунт. То есть пасхальная Агада нам не только говорит о воспоминании о выходе из Египта, рассказывает моменты, которые были в Египте, и о десяти наказаниях и так далее. Все это присутствует. Но тут же Агаданов напоминает, что это делается для того, чтобы мы стремились к освобождению в будущем. И вспоминать просто об исходе из Египта. И не мечтать о будущем освобождении, о будущей свободе не имеет никакого смысла. Вот какие чудеса сделал нам Всевышний в прошлом. Для чего он сделал эти чудеса? Как мы с вами сказали, для того, чтобы мы были свободны и исполнили свое предназначение раскрыть божественное присутствие в мире, чтобы через еврейский народ естественно и, скажем, при поддержке людей в других народах раскрылось божественное присутствие для всего мира. И для этого Всевышний вывел нас из знания, из Египта. И мы, попав в другие знания, мы не должны забывать о цели, мы должны стремиться к ней, и мы должны бороться за свободу. Поэтому здесь присутствует момент, рассказ о том, как мудрецы собрались в Неймбраке. Я только напомню, я понимаю, что вы многие уже знаете об этом, почему они приходят в Неймбрак. Неймбрак – это место Рави Акива. И приходят к нему его учителя, люди, которые намного старше его. Это Рави Лиэзер и Рави Игаштуа, Рави Азарби Назария и Рави Тарфон. Они приходят к Рави Акива в Неймбрак. Поэтому говорится, что они собрались в Неймбраке. Это место Рави Акива. И у учителя великие, большие считается, что человек в праздник должен пойти к своему учителю. Здесь происходит наоборот. Рави Лиэзер, у которого учился Рави Акива, Рави Ашуа, у которого учился Рави Акива, они приходят к Рави Акива в Неймбраке. Приходят к нему домой. И дома у него происходит разговор, как мы видим, при закрытых ставнях. И это происходит в пасхальный день. И мы понимаем, что является темой разговора, обсуждением разговора. Темой разговора является восстание против Римской империи, как исполнение заповеди Песоха, стремление к свободе. Может быть, есть и другие мотивы, ведущие. Главный мотив является предупреждение осквернение имени Всевышнего, когда римляне построили на горе Мурия, построили капечки Юпитера Капитолийского. Это нужно остановить, это нужно предотвратить. Наверное, здесь еще как бы более ранний период Ра Велиеза, чем превращение Иушалаема в Эль Капитолийно, в город Эль Капитолийно, не Трояном, не Трояном, а Адрианом, превращение Адрианом и Иушалаема в Эль Капитолийно. Наверное, это более раннее время, потому что Ра Велиеза, Ра Виашу, их нету в живых во время восстания. Ра Велиазар Беназари, он глава сам Ядрина, и он пришел к Ра Виакива. Понятно почему, потому что в данном случае Ра Виакива является их учителем, в данном вопросе, в вопросе восстания, в вопросе борьбы за свободу, Ра Виакива является их учителем. Интересно представить себе, кто же здесь изначально за восстание. В конце концов, восстание поддержали, как мы знаем из Талмуда, все мудрецы Торы. Но здесь можем представить себе, и мы видим, что идет спор. Спор как раз о том, о чем мы с вами говорили. Можно ли сохранить спор, или может быть не совсем о том, о чем мы с вами говорили, спор принимает такое направление. Можно ли сохранить духовность в условиях изгнания? Или римляне раздавят нашу духовность, раздавят нашу свободу, раздавят память о нашей свободе. И у нас нет другого выбора, как восстать против них, потому что за долгие годы изгнания мы не сможем сохранить свободу. Это тот подсудный разговор, который идет между мудрецами. Давайте попытаемся представить себе его здесь. собрались мудрецы. Кто интересен за восстание, а кто против восстания? Раби Лезер считает, что все зависит от духовной работы. Раби Ашуа, это Раби Лезер сказал нам, что если раскаются, то будут освобождены. Раскаются, поймут, осознают, Всевышний сделает чудо. Раби Ашуа, он погасил восстание в 115 году, уговорил сыновей Израиля не восставать против Римской империи. Значит, ни Раби Лезер, ни Раби Ашуа, они не против конкретного восстания. В данный момент, Раби Лезер Азар-бен-Азаре, глава Сангедрина, он также считает, что можно выставить в изгнании, есть Сангедрин, есть изучение Торы, в городе Явне, там центр, это поможет нам сохранить духовность. Раби Дарфон, Раби Дарфон, скорее всего, за Раби Акива. Раби Акива. Раби Акива мы знаем, что когда ему говорили, что Акива, скорее вырастет трава на твоих щеках, чем бьет Машир, то Раби Акива ничего не отвечал. Многие мандельцы считали, что 400 лет не может быть избавлением от римской власти, так же, как и предсказанное Абрамом пребывание в Египте, что Раби Акива, на что он рассчитывал? Раби Акива считал, что милость небес превыше всего, но для того, чтобы пробудить милость небес, человек должен сделать первый шаг, это позиция Раби Акива. Раби Тарфон поддержал ли он Раби Акива? Скорее всего, да, потому что Раби Тарфон придерживался школы Шамая, а школа Шамая считала, что ни в коем случае нельзя склонять голову перед римской администрацией, необходимо сбросить себя в власть. Итак, мы видим здесь вдвое, вдвое против троих, скорее всего, Раби Лиер Иеза, Раби Иешуа, Иерлиазар и Назаре, они против восстания, Раби Акива и Раби Тарфон, они, скорее всего, за. Но, опять же, я подчеркиваю, когда дело дошло до дела, когда Андриан построил, когда Андриан построил на храмовой горе капище Юбитера Капиталистского, здесь, в общем-то, все мудрецы поддержали восстание Барковы, которое Раби Акива готовил чуть ли не 50 лет. Он готовил его и в Израиле. готовил его и в Израиле. Мы знаем из сторонних источников, как собирали оружие для восстания. Трудно было в условиях римского владычества запасти оружие. Поэтому римские легионеры заказывали оружие у кузнецов из сыновей Израиля. Они должны были сами обеспечить себя оружием. Но по тому стандарту, которое было принято в римской армии, кузнецы делали меч чуть больше, чем нужно. И когда заказчик гневался, они говорили, ну ладно, я тебе сделаю другой. тот меч, который был сделан, он оставался и прятался для восстания. Раби Акива объехал общины за пределами земли Израиля. Он даже побывал в тех местах, где жили 10 колен. Тогда еще можно было найти эти места в Ассирии. Он побывал там. И обратился к ним с призывом поддержать восстание, когда они его просто не поняли, о чем идет речь. Он сказал, что 10 колен никогда не вернутся. Что они просто никогда не смогут вернуться. Раз они не понимают, что такое национальная независимость, они просто никогда не вернутся из места своего проживания. Вот это, скажем, та обстановка, которая должна была у нас всплыть перед глазами, когда мы видим мудрецов, которые сидят и разговаривают о чем-то. О чем? Понятно, о чем они разговаривают, если великие учителя и мудрецы пришли к рабе Акива. Вот мы пытаемся представить себе, кто за и кто против. Это еще задолго до восстания. Опять же, я подчеркиваю, когда ближе к восстанию, когда власть римской администрации стала совершенно невыносимой, все мудрецы поддержали восстание. Теперь нам рассказывают историю, рабе Азарба Назария сказал, что я как 70-летний, он был 18 лет, но за одну ночь посидел. Это сам по себе образ, который заложен в Агаде, рабе Азарба Назария, тем самым он говорит, голубь, надо пережить. Это как сон. И вот посмотрите, со мной произошло чудо. Заснул и проснулся как бы через 70 лет. И ничего. Поэтому и мы сможем пережить изгнание. И вот он объясняет, что есть обязанность истории, прямая обязанность истории, не обыча, а прямая обязанность вспоминать о выходе из Египта ночью, не только днем. Днем – это как бы основное воспоминание. Утром, а вечером. Также есть обязанность вспоминать о выходе из Египта. И это, опять же, скажем, завуалированный язык мудрецов. Раби Азарба Назария хочет сказать, что ночью в Египте было освобождение духовное. Всевышний прошел по Египту, он дотронулся до наших душ, и он нас освободил духовно. Это духовное освобождение никто от нас больше не отнимет, поэтому ночью нужно благодарить Всевышнего за то освобождение, которое он привел для нас, духовное, его никто никогда не отнимет. Мудрецы придерживаются другого мнения. Они говорят, нет, брат, не совсем так. К сожалению, духовное освобождение, духовную свободу можно потерять в последующих изгнаниях. Поэтому у нас нет обязанности благодарить Всевышнему за духовное освобождение, которое было в Египте. Оно может быть у нас, а мы его можем потерять. Это не такое дело, которое уже состоялось, и ты говоришь каждый раз благодарность Всевышнему за то, что он тебя освободил. Эту духовность можно потерять. И в этом они расходятся с Раби Азарба Назарием, мудрецы. И мы понимаем, что Раби Азарба Назарием скажет, что если мы можем сохранить духовность в любых условиях, то нет необходимости выставать против Римлян. Мудрецы скажут ему, то, что мы с вами говорили, знаешь, в рабстве можно истребить любую свободу внутри человека. Поэтому есть обязанность постоянно бороться за свободу, мечтать о свободе и стараться притворить эту мечту в жизни. Об этом нам рассказывает Пасхальная Агада. Мы понимаем, что мудрецы не могли написать это прямым текстом на свои споры о том, о свободе внутренней, можно ли ее сохранить, пронести через знания о свободе, о независимости от других народов, если необходимо за нее бороться. И у решений, которые они все приняли, что невозможно терпеть то спернение имени Всевышнего, оно приведет к духовной смерти, восстание необходимо. И об этом решении они нам не могли написать напрямую. Они написали вот такой завуалированной форме. Но наша задача это достать все, достать сегодня, обсудить, так как мы с вами начали обсуждать успешно, не совсем успешно, главное, что мы подняли и затронули какие-то вопросы. И можно было бы так разобрать и всю Агаду. Мы видели, что вот и Раф, и Шмой, они спорят о том, что является свободной, можно сохранить духовную свободу, этот спор продолжается дальше. между мудрецами он будет везде-везде, между строк он будет просказывать в Пасхальной Агаде. Так что еще раз Пасхальная Агада это не только воспоминание об освобождении в Египте, это призыв размышлять над тем, что есть свобода и бороться за и бороться за свободу. Окей, теперь я устанавливаю общее использование экрана. Пожалуйста, если кто-то хочет спросить, я могу пытаться ответить. Боюсь, что я вас утомил. Честно говоря, сам тоже устал, не просто пытаться изложить такие идеи. как бы несмотря на то, что я готовился, все как-то обретает такой неожиданный оборот. Хорошо. Слушаю вас, если что-то есть, готов пытаться ответить. Окей. Если нет вопросов... У меня есть комментарий, Равзеев. Пожалуйста. Очень хорошо. Прослушав этот урок. Спасибо вам, так что все объяснили. Вот стояла и думала. Теперь я понимаю, почему среди революционеров именно еврейского народа много. У нас это заложено внутри стремление к свободе и к перевороту. Совершенно. Совершенно верно. Это вопрос. Это вопрос не такой простой. Сейчас я не могу поднять всю эту тему, но могу вам сказать, что в Боложенске и Шиве откуда вышел Равкук, там читали Маркса и другую социалистическую литературу под Гемарой там читали эти книги. И понятно, что стремление к свободе и все как бы это носит такой характер, скажем, движение вперед к общему благу, которое, к сожалению, иногда принимает вот такие уродливые формы, когда происходит отход от Торы. Это совершенно верное замечание. Просто совершенно верное. Спасибо. хорошо. наши усилия действительные хотя бы молитвы и так далее. Хорошо. Всего самого доброго. И вам. Шалом. того.